Привет! На завтрак именно яйца, они чувство сытости продлевают надольше. Еще к яйцам я добавлю селень, мясо. Новая неделя, новые события. Начиная с понедельника, я знаю, что так не стоит делать, каждый раз откладывать. Вот я начну худеть с понедельника. Очнулась я давным-давно, все никак не могла склонить себя, чтобы начать это делать. И все не могла найти подход, либо мне начать с правильного питания, либо мне именно диету какую-то выбрать, либо мне заниматься просто, но питаться, как я и питалась. И я замечаю, что из-за избытка веса мне просто тяжело заниматься и лень это делать. Плюс ко всему, у меня не хватает выдержки. Я думала просто подзаниматься, как-то подсбросить вес, и потом мне станет легче это все делать, но нет. Да и в весе, в принципе-то, меньше особо не стало. Ну и вторая половина завтрака у меня будет на обед. Начало положено. Почта в комментарии к прошлому вводному видео. Я вижу, что не все понимают меня, мой посыл. Может быть, кому-то он вообще не нужен. Я снимать такие ролики решила не потому, что мне именно написал кто-то там, что я толстая, у меня там три подбородка. У меня лицо безразмерное какое-то стало, потому что я это стала замечать сама и без каких-либо комментариев. Я все это прекрасно вижу. Просто те люди, которые писали это все, они думают, якобы я без их писюлек вот никак не разберусь и не увижу и не посмотрю в зеркало. Я хочу выглядеть лучше, конечно же. И это, конечно, не проблема века. Как многие мне пишут, мне бы твои проблемы по поводу денег, когда я снимала видео. Я не пытаюсь выплеснуть свои проблемы какие-то. У меня их нет. Если бы у меня были бы проблемы, то это звучало бы совершенно в другом контексте. Я делюсь просто своими какими-то жизненными ситуациями, которые присущи всем. Стали некоторые писать, что мне не нужно худеть, что у меня все нормально. Мне, конечно, это приятно. Спасибо большое. Но если я не буду ничего делать сейчас со своей фигурой, то я запущу до такой степени, что буду необъятных размеров. Я и так не влезаю уже в одежду, которую я носила буквально месяц-два назад нормально. Я замечала, что я набираю, я толстею, но были пределы какие-то, да, рамки, что все в пределах разумного. Но со временем все равно набирается именно излишний вес. И, соответственно, это все приводит к тому, к чему привело. И вот, понимаете, все мы это переживаем, но никому не хватает смелости, наверное, даже об этом говорить, как-то поделиться этим. И я просто решила быть первой, так сказать, как бы это, может быть, стыдно не было. А вы не представляете, как мне стыдно это все снимать. Как мне стыдно выкладывать свои мысли какие-то, потому что раньше это были именно мои мысли, и я их никому не открывала. А сейчас я ими делюсь со всеми. Поэтому-то и хочу понимания от обычных людей, которые меня смотрят, которые также подвержены всем тем же порокам и проблемам, которые у меня есть. Просто если не начать делать что-то сейчас, итог может быть плачевным. Я раскоровею до таких размеров, что просто буду ненавидеть себя всячески. А вы не представляете, как это для человека, который всегда был стройным. Мне там, кстати, написали выражение «жируха» может быть обидно именно для действительно тех, которые страдают такими проблемами. Якобы у меня проблем никаких нет. Если у меня не вываливается жир, и я не вот таких размеров, это не значит, что у меня все окей. Да, у меня лучше, чем у кого-то, который вот таких размеров. Но не лучше, чем у меня было. И жирухой я называла, в частности, себя. А в конце «не будьте жирухами» это приободрение было. Я не знаю, кто о чем подумал. И жирухи — это, знаете, такое ироничное выражение. Это выражение должно быть просто призывом прям к действию, чтобы что-то делать. Я знаю, как это очень тяжело. Но, казалось бы, 53 килограмма — это не конец света, но это так гнетет. У меня одышка. Мне трудно идти. Организм не привык к этому весу. А если он привыкнет к нему, то, соответственно, я буду чувствовать себя хорошо, и организм может набирать дальше. И так далее. Я не хочу этого, понимаете? И да, я не собираюсь быть фитоняшкой, я не собираюсь тут пропагандировать похудение вдоль и поперек. Я рассказываю свою историю, а вы можете делиться своими историями, своими страхами какими-то. И вы понимаете, да, что я проглотила и забыла показать. Чай у меня был с шоколадным лукумом. Для меня это, по сути, в общем-то, зефир. Так, я собираюсь уходить по делам. Сегодня у меня такой насыщенный день. Мне нужно сделать очень много дел. Поэтому я убегаю. И так как у меня будет, в принципе, такая своего рода физическая нагрузка, я плотно покушала. Я, кстати, говорила в одном видео о том, что меня бесят фитоняшки и все их советы. Я это все перепробовала на себе. Да, где-то, может быть, было что-то неправильно, где-то какие-то погрешности. Но скажу вам одно, для обычного среднестатистического человека питаться именно так, как они питаются, таким изобилием, и жрать протеин, мне кажется, это немножко too much. И если вы такой же ленивый человек, как я, и очень любящий пожрать, то эта рубрика для вас. Go! Искать что-то свое. Я как раз-таки для этого и сделала такую рубрику, чтобы вам показывать, как я буду сама учиться на своих ошибках и предостерегать тем самым вас. Если вам, конечно, это нужно. Решила перекусить желе вот такой вот фирмы. Это у меня с вишней. И знаете, в чем косяк? Вишня, которая на дне, сами ягодки идут с косточкой. Ну, кто вот такое делает? Я не знаю. Вот ребенку возьми ты это желе и, не зная, что там косточки, просто зубы поломает себе. Так что будьте аккуратны. Знаете, какой я вывод сделала? Очень мешают те вещи, которые у вас есть дома. Например, вот такие. Это какая-то неполезная и очень жирная еда. Вот там у меня лежит рыба и начос. И у меня сейчас просто такое слюноотделение. Я хочу это все затрепать. Поэтому не нужно ничего иметь такого дома, чтобы не было соблазнения. Борюсь со своим адовым существом, которое сидит во мне и хочет сейчас это все сожрать. Но я ухожу отсюда подальше. Час-пять часов вечера, как вы видите, я собралась кушать. Пытаюсь по минимуму уменьшить калории, уменьшить вот эту вредность пищи, употребление вредной пищи. У меня это не всегда выходит. Мы не все идеальны. Сама по себе еда не калорийна была бы, если бы не сметана. Сметана здесь, конечно, 20% и она все вот это портит. Но я не валяюсь на кровати. Это уже плюс, потому что я любительница монтировать видео и смотреть всякие киношки и сериалы, именно лежа на боку, отклячив сраку. Поэтому это меня уже радует, что я сижу за столом. И чуть попозже, когда усвоится еда, я планирую покачать пресс немного. Как же все-таки это вкусно. Вы не представляете. Что сподвигло и сама цель этого блога? Как раз-таки попробовать взять себя в руки, пытаться что-то делать. Именно мотивировать себя своими же роликами и, надеюсь, кого-то еще. Ну и, конечно же, это толчок. Съемка видео мне дает толчки, мотивацию. И это не вранье для того, чтобы все подписывались, все ставили лайки. Я стала популярной. Я не для этого заводила блог. Я как раз-таки заводила его для того, чтобы общаться и делиться опытом. Я ленивая. И этот блог как раз-таки для ленивых. Если вы не ленивый, но вы знаете ленивого, посоветуйте ему обратиться сюда. Ну а кроме шуток, я в целом-то не ленивый человек. Я довольно-таки трудолюбивая. Ну если конкретно брать, что я давно не занимаюсь. Если я и занимаюсь, то это какие-то периодические тренировки. Они не дают особого эффекта. Вот этот весь мой ритм жизни, он мне не помогает похудеть. Разучилась делать что-то. Именно жить по какому-то ритму. Какие-то цели перед собой ставить. Знаете, лучше заниматься собой, чем сидеть ныть. Не заниматься собой и еще при этом обсуждать всех остальных. Я лучше буду молчать, но при этом заниматься собой.